Сначала исправлю ошибку, которая была допущена при написании формулы для плотности, а затем займемся работой идеального газа. Нарисуем процесс в координатах PV, где давление не меняется. Такой процесс называется изобарическим или изобарным. Работа газа по определению при малом изменении объема dV равна произведению P на dV. Из рисунка видно, что это будет площадь прямоугольничка заштрихованного. Полная работа во всем процессе от точки 1 до точки 2 равна определенному интегралу P на dV. И только в случае, если у нас P равно константа, ее можно вынести из-под знака интеграла, получается формула P на dV ни в каком другом случае. Изменение объема, как и изменение любой физической величины, понимается как разность между конечным и начальным значением. Конечное минус начальное. Если у нас конечное значение больше, как на рисунке, то dV больше нуля. Это значит, что газ расширяется. И работа больше нуля dA. То есть газ совершает положительную работу над окружающими телами. Не только dA, но еще и а1, 2 больше нуля. Нарисуем три процесса, обозначим их римскими процессами, римскими цифрами 1, 2, 3. Все эти процессы начинаются в одних и тех же точках, кончаются, а работы не одинаковы. Продолжение следует...